Доктор Оренбургской области собрал местных жителей проговорить про вот это бедствие и просит не включать камеры, потому что может что-то попасть такое, что не надо смотреть кому-то. Вот у меня вопрос, вот как так, казалось бы, все вы контролируете, вот вертикаль такая сильная, вот там издал указ, там издал указ, давайте все сделаем, а здесь вот, но бедствие, которое вообще никак не могут прекратить, и больше того, говорят сейчас, что вода уже идет к Тюмени, и Тюмень тоже будет под водой. Ну, Игорь, тут такая очень многофакторная проблема, значит, она, там есть и политическая составляющая, и, собственно, административная составляющая, управленческая, значит, поэтому, ну давайте вот с политической начнем, потому что я все-таки политолог, и в первую очередь могу об этом судить. Вот вы показали фрагмент, значит, коммуникации губернатора с населением, там, где, значит, он требует от них выключить телефон. Это такая штука, конечно, ну, абсолютно недопустимая в демократической стране, то есть после такого этот губернатор, ну, ему очень сильно придется попотеть, чтобы переизбраться, после того, как вот он в таком тоне разговаривает с людьми. А он не привык разговаривать с людьми, понимаете, он привык разговаривать либо с начальством, либо с подчиненными. Вот он ведет себя вот абсолютно так, как ведет себя любой губернатор, любой министр, когда он заходит проводить совещание с подчиненными. Понимаете, члены путинской вертикали за вот эти 25 лет, они напрочь утратили навык горизонтальных коммуникаций, то есть коммуникаций с людьми, которые не являются их непосредственными подчиненными. Да, они этих людей давным-давно не видели, в том числе и в ходе избирательных кампаний. Они в рамках вертикали. Вот Путин всю страну нанизал, так сказать, на вертикаль. Да, и поэтому для любого из них существует, ну, либо начальник, по отношению к которому действует принцип «ты начальник, я дурак», ну, либо подчиненный, по отношению к которому действует обратный принцип «я начальник, ты дурак». Вот. И в тех редких случаях, когда они сталкиваются с людьми, да, они ведут себя неадекватно. Что делает Куренков, министр по чрезвычайным ситуациям, который прилетел туда из Москвы разваливать ситуацию? Он же первым делом заявляет, что людей предупредили еще неделю назад, они должны были эвакуироваться, а они думали, что это хитинки, так сказать, эвакуироваться не захотели. Ну, вот теперь сами виноваты. Собственно, именно это и привело к вспышке ярости со стороны населения. Вот та толпа, которую вы показали, в Орске, она собралась по двум поводам. Первый, три, вернее, три повода, три требования они выдвигают. Первый, значит, увеличить компенсации, потому что компенсации им какие-то там совсем копеечные, смехотворные предлагают. Во-вторых, уволить мэра Орска. И третий, это возмущение по поводу заявления министра по червячайным ситуациям, что их, дескать, за неделю до этого предупреждали и предлагали о расселении. Оказывается, с их слов они говорят, что им, их, наоборот, успокаивали, и, так сказать, ну, доказательства в СМИ есть. Мэр Орска буквально накануне прорыва говорил, что ездил, осматривал дамбу, и что все нормально, и никаких поводов для беспокойства нет. И оповестили их о том, что начинается наводнение и грядет беда, только после того, как вода уже фактически стала поступать в город. Вот как в том анекдоте, знаете, тем за сэр, да, вот. И людей вот эта ложь, конечно же, возмутила. А Куренков, ну, он тоже, у него нет навыка, у меня министр, я имею в виду, у него нет навыка коммуникации с людьми, которые вот их хоть не берут под козырек, а могут себе позволить усомниться в том, что он говорит. Он вырос в такой парадигме, когда, если начальник, ты можешь лепить любую чушь, и никто не возразит, да, ну, а если начальник твой лепит чушь, то ты вынужден смиренно, так сказать, слушать, кивать, там, делать вид, что ты записываешь за ним, вот. И, соответственно, руки у тебя, так сказать, всегда развязаны. Ну, то есть они, проще говоря, ну, вот, выражаясь на понятном им языке, они не привыкли, так сказать, базар травать. Их проблема в том, что вертикаль становится все менее устойчивой, протестные настроения в стране растут, и надо начинать приноравливаться уже, ну, то есть начинать более эффективно коммуницировать. То есть то, что срабатывало в ситуации, когда система была устойчива, граждане в целом, им что-то могло не понравиться, в твоих словах, ну, поскольку они в целом по отношению к ситуации в стране настроены более-менее лояльно, ну, они, так сказать, черт с тобой, так сказать, спустят это дело на тормозах. Вот, а сейчас же контекст совсем другой, везде плохо, там, инфляция, цены растут, значит, ЖКХ парализована, там, вот зимой там все трубы полопались, все видели, вся страна замерзала, все города там, страны замерзали. Ну, вот, значит, там, выборы сфальсифицировали, Навального убили, репрессии. На Украине, значит, ничего сделать не могут. Украинцы то Белгород разбомбят, то, значит, эти, какой-нибудь корабль очередной потопят, то, значит, заводы там, нефтеперерабатывающие уже, то ли 10, то ли 15 процентов мощностей стоит. Приходится у казахов уже закупать бензин. Представляете, Россия бензин покупает за границей. Вот. То есть, куда ни кинни, везде в Клинин. Тут еще дамбы прорывало. Причем дамбу, понимаете, не старую какую-то там, от 30-х годов оставшуюся, бог бы с ней. При Путина построили там 10 лет назад. То есть, еще стоять и стоять, так сказать. То есть, видно, насколько, значит, эффективно они работают, да. Ну, то есть, вот, масса таких претензий у людей уже таких, которые уже приобретают системообразующий характер, понимаете. И они и без того недовольны. А тут еще вот этот, значит, министр приезжает, чушь начинает нести. Или губернатор с людьми разговаривает через губу, как будто они ему чем-то обязаны. Вот. Ну, и в итоге, вот, ну, в принципе, такие вещи ведут к революциям. То есть, единственное, что, значит, удерживает режим, это, ну, это силовики, это страх, так сказать, штыков, на которых он держится. Вот. Но это, штыки, это же такой временный фактор, да. Как еще Наполеон говорил, они хороши всем, кроме одного, но они неудобно долго сидеть. Штыки экономику не создают. Они проедают ресурсы, понимаете, они их не воспроизводят. Поэтому страна, которая держится исключительно на штыках, она нищает. Да, и в конце концов, этим самим штыкам есть уже нечего будет. И тогда они тоже начнут задаваться вопросами. За последние сто лет в России было две революции. В обоих случаях, 1917 и 1991, силовики либо переходили на сторону восставших, ну, либо просто отходили в сторону, не мешая, так сказать, народу разбираться с властями. Вот. То есть, говорить о том, что в России это невозможно, нельзя. Две революции за сто лет, это не так уж мало. Вот, в общем, какие-то такие политические выводы по итогам, так сказать, всего этого происходящего. Кстати, добавлю, значит, еще копилку, не знаю, слышали вы или нет. Вот, значит, уже полпредпрезидента России в Уральском федеральном округе, там, кроме Оренбурга, топит еще Курганскую область, а это вот его подведомственная территория. Он уже Казахстан обвинил в том, что вот это происходит. Якобы они что-то там не вовремя там сбросы какие-то в своих подохранилищах делают. Вот. Вот, ну, то есть, искали, крайнего нашли. Вот, я несколько дней назад смеялся, писал по поводу того, что странно, где же украинский след, в принципе. Ну, вот, украинскую, нашли, на то нашли казахский. Ну, то есть, такая, знаете, какая-то феерическая, знаете, вот, ну, как в детство впали, да, вот, знаете, такой, такой, ну, это же только для детей характерно, да, вот, когда, ну, что бы ни случилось, вот, вот, ребенок сам не виноват. Вот, ваза сама упала, там, будильник не зазвонил, трамвай не приехал вовремя, да, ну, то есть, масса самых нелепых объяснений, вот, но сам он никогда ни в чем не виноват. Он, вот, он сам весь, так сказать, ангел, да, вот, и российские власти вот демонстрируют вот инфантилизм такого какого-то там, повышенного уровня, какой-то третьей категории уже, значит. Спасибо. 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 Спасибо.